Всем привет! Сегодня мы пошли в супермаркет покупать продукты. Мы как приехали еще ни разу не ходили в магазин. Мы поднимаемся на эскалаторы, на второй этаж. На втором этаже расположены продукты и прочее. Техника. А вон там супермаркет именно продуктовый получается. Там не только продукты. Там есть постельная, химия, даже игрушки маленькие еще есть. Маленькая игрушка, маленькая одежда. Идите, смотрите, что нам надо. Сейчас готовка, кстати, к китайскому народному празднику. Праздник в середине осени и везде в магазинах появляются вот такие подарочные упаковки с мунгкейками. Ну, кексы, как бы, да, поначалу. Это пряники. Пряники или как? Пряники в виде луны, но такие круглые. Вон они. Вот пряники, они с шеркала разного вида, но и, соответственно, по цене тоже разные. Коробки, да, всяких, железные. Красивые вот такие. Красивые всякие. Да. Это какие-то вообще непонятные. Ну, тоже сделаны кексы, видишь, но... Тоже кексы короткие. Вон она, пускай катит. Я хочу. Спасибо. По-китайски нужно говорить спасибо. Ой, дарик, 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 дарик. Она ходит, смотри. Вот из заботя. Похоже? Они одинаковые. Три слоя. Три слоя. А что ты ее зажала? Олюзия! Вот что-то там, что-то там различается. Смотри, мам. Олюзия! 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 Это мои любимые залпетки. Они можно просто... Просто вот так вытерешь помаду. Вот так потихоньку. Папа, покажи, что это наша ляля. Ну вот, о 이후. Олюзия! 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 А как minhaैnessа? Это цвет. Ой, олья! Это бот. Ой, ой, ой! Это серяга! Это святая. Это, это девочка! Да, пряники, пряники, пряники. Я тоже! Скоро праздник, скоро праздник. Смотри, какая красивая Ламурная За 9,90? 2,70? Нет, 2,70 их нет Вот же Это 9,90 стоит Токтал, токтал, токтал Токтал, токтал Ну, бери Маски на лицо Я тити, я тити, я тити, я тити Я тити, я тити На тебя Мои тити, мои тити, мои тити Мои левчонки Масла Вот мы сюда заходим В этот магазин И сразу же направляемся В этот отдел, да? К яйцам Похоже на горох Но это не горох Это соя Это соя же, да? Да Тут вообще непонятно, что такое Я не знаю, дочень, что это такое Это рис, это рис, папа Это рис, это рис Не шлифованный, кажется Это Это какой-то рис Вообще какой-то рис Непонятно Пшено Арахис Арахис Пшено Это Это как сечка, что ли Или как-то так Не знаю, что это такое Что делаешь? Яйца выбираем Хорошие здесь яйца? Ну вот эти яйца нормальные Китай-яйца, кстати, лучше стали, чем в России Мы вот съездили в Россию Белореченские яйца стали очень плохие Желток раньше был такой более насыщенный, да, какой-то? Ну да, желтый, а сейчас вообще белый И невкусный Да, приехали после России в Китай И нам показались яйца в Китае вкуснее В Китае яйца на вес продаются 4,28 за полкило, да? Да, за полкило Да, за полкило Да, достаточно недорого Дальше есть другие варианты, но они более дороже Есть вот такие какие-то яйца непонятные Даже вот такие Или вот такие вот Упакованные красивые Красивые А это, кажется, когда мы будем Гусиные яйца жарить Вообще 5,80, это что, одно яйцо, что ли, стоит? А как? Полкилограмма, наверное, посмотри, понимаешь Одна штука Одна штука Одна штука 5,80 Офигеть, дорого Ну что, дорого, блин? По сути, там завтрак на двоих сразу Ну, одно яйцо выбил, да? Ну, вбил и сразу же позавтракал Ну да Непонятно, цена какая-то, смотри, 9,80 получается Здесь вот стоит И то ли это сюда Это, кажется, эта цена О, перепелиные яйца Ну, кстати, перепелиные тоже Ну что, пошли взвешивать Давай 14 юаней 14 юаней вышло? Да 140 рублей, грубо говоря, да? Да 140 рублей, но там очень много есть По-моему, десятка, три, наверное Два с половиной точно Ну не три, наверное, два с половиной, может быть О, грибы будем брать? Вот эти грибы очень вкусные Похожи на Похожи на опята О, запах вообще шикарный Рыба, конечно, здесь свежак Показал пальцем на рыбу И на разделочный стол Запах, конечно, здесь сногсшибенный Это сушеная? Сушеная? Сушеная вся рыба, да Какие-то Это как раз сушеные, как раз мидии, что ли Не хочу делать Скажи Что делаешь? Вот, смотри, вот он лежит О, спрятался Кальмары, кальмары 36,80 Привет, это уже не жальцы, да? Эти по 28,80 Да, кстати, вот не жильцы 28, а живые 36 Они так прикольно прыгают Смотри, она их смотрит Хорошая приветка, по-моему Хорошо Здесь вот разделочный стол Здесь показал, рыбу тебе достали По башке дали и разделывают В каких кусочках покажешь, таких и нарежут Получается Из курицы разделывают Здесь свинина Свинина В Китае кости дороже, чем мякоть Вот это хорошее, мне нравится всегда Вот это хорошее Вот это всегда мы берем 18 50 18,50 Да, 18,50 18,50 Плохое мясо Вот это мясо сколько стоит, Кать? Это 18 Это 17 Так, ну что, какое берем? Или вот это? За полкилограмма, да? Правильно? За полкилограмма Мясо возьми на котлеты Не, ну ты возьми это И вот с этим объедини И будет нормальное мясо Тут, кстати, мы всегда берем мясо Если, допустим, дома не хочешь возиться с мясом Они тебе его разделывают И покрутят вон на мясорубке получают Хочешь еще это взять вместе? Конечно, вот этот Да это нормально будет Она жирная И курицу добавим Я не хочу, я хочу свиные сделать Что-нибудь А, ладно, окей Надо было Я бы еще жирненького взяла Нам шкуру придется отрезать Скажи, чтобы он шкуру отрезает Зачем? Он не будет крутить Мы сами покрутим Мне придется шкуру срезать дома Но Я не хочу Шкуру Кажи, мужчина Приходится объяснять на пальцах Да? Да, жестами объясняем Поскольку мы китайском не сидим Это, смотри, это что-то похоже Это похоже что-то на фаршированные перцы Похоже что-то Вот мы попросили его отрезать шкуру Он этим сейчас занимается Кажем, ты скажешь Да, решили пать. Я подумала и мы решили пать. Арбузы 0,78 за полкило, офигеть. Вот эти арбузы мне кажется очень сладкие. Вот такие дыни мне кажется надо брать. Не желтые, а зеленые. Мне кажется похожи. Дыня стоит 2,68, да? Да. Говоря 50 рублей за килограмм. Где? Печеньки, печеньки, печеньки всякие. Кальмары. Да нам надо как бы... Много что нам надо. Яблоки. Вот я хочу. Яблоки подорожали. Я последний раз был, яблоки дешевле были. Ну кстати они уже весной подорожали. Там сезон зимой. Яблоки вообще вкусные. Это фушенера, да? Фушенера, они очень вкусные. Фушенера, они очень вкусные. Выбирать. Да, достаточно тщательно. Да, да. Начинаешь тщательно рассматривать как они. Мы думали бы уже не парились бы, взяли бы, да? Положили бы, пошли бы уже на это взвешивать, да? Драгон. Драгон фрукт. 2,98 стоит драгон фрукт. Вот что такое? Это финики, кажется. Да, это финики. Перчиком. Помидоры. Ммм, перчиком пахнет. Травы очень много в Китае, очень много. Мне нравится из травы вот... Как это называется, Кать? Стрелки чеснока. Стрелки чеснока нравятся. Отлично. Дальше мне просто неизвестна трава, что это за трава. Это может какой-нибудь сельдерей. Это лук, обычный лук. Какой-то нехороший. Вон, перец какой смешной. Смотри, она взяла одну картошку и один огурец. Разве мы в России покупаем одну картошку и один огурец. Но картошка неплохая, да? А, нормально. Смотри, вот это. Картошка стоит 2,38 за полкилограмма. О, у нас и тележка. Вон там. Картошка всегда, да, получается? Вообще круглый год. Ну да, картошка круглый год. Ну, собственно, как и все остальные огурцы. Да. Огурцы 1,68 за полкилограмма. Но тут какие-то они не очень. Там где-то прилавок должен быть получше они. Но они чуть-чуть подороже. Лапша всякая. Аудрину. Молочок. Белый. Красный. Имбирь. Чеснок. О, вот огурцы. Уже получше огурцы будут стоить 2,38. или 338 я не знаю вот они уже получше можно выбрать кое-что чеснок у нас нету да нет нет так ника рассказывал куда ты меня позвала ника куда вы меня позвали девочки скажите вы еду какую-то нашли а почему почему вы это хотите нет это конфеты у нас дома еще конфеты те сначала скушаем нет 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 сначала те скушаем потом конфеты будем брать до . как-то так бабушка нам конфеты же дала с россии они у нас еще лежат мы же кушаем потихонечку жареная ножка жареная крылышко пробовал фигня полная имбирь зая имбирь а как он пахнет вообще как он пахнет офигеть я много не беру данной веры или еще а это возьми ну возьми еще головку вы все вот хорошего высматривает мнение она подсушена вот морковку надо же я тебя в очередь поставлю ты вмешивай а я морковь я выбираю продукты потому что практически все продукты они кушают в сыром виде то есть они термообработка у них очень быстро и правильно да но у нас как бы в россии более тушится более жарится работа более такая получается а еще кстати забыла сказать китайцы ходят магазин практически каждый день да и берут буквально на один день для продуктов они не так как мы в морозилку даже на один день они берут продукты на один раз да вот чтобы сготовить обед к примеру мяско берем берут совсем чуть-чуть практически все китайцы и завтракают на улице поэтому продукты покупают они только на обеду но все равно мне кажется бабушки там кто более такому же зрелом возрасте они уже дома готовят основательно и утром и обед и ужин поэтому они мне кажется берут на целый день продуктов это хватит хватит тофу в любом виде это тоже тофу или это соевое что-то такое непонятно как это называется соевое это тофу мне кажется это что-то сои делают нет это тофу это тофу это в масле они обжаривают да это просто жареный тофу тофу не жареный вот это как берут масло прям жарит обваливает в муке получается или в кукуле а а бутерброда не хочешь полевое как бутерброда не хочешь спасибо вкусной колбасы он пареные булки не казаться юг и юг отличается от севера вот только вот это на работах пареные булки меня . а как жарко здесь это всякая штука я такую никогда не буду все готово жареная какие-то рыба пахнет приятно это явно какой-то тофу это водоросли тоже кажется тофу это корень лотоса похоже как на картошку козырное козырное блюдо пахнет приятно выглядит не очень симпатично не пахнет приятно улитки китайцы очень любят улитки курица сгорела в избе а шлоп маринованный все даже непонятно перец непонятно дальше пряники пряники мункейки называются реклама частенько у нее такую любит используют вроде нормальный хлеб да хлеба в китае нету все красиво выглядит но какое-то все не натуральное какое-то все не вкусное ну вот 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 вроде булка нормальная но она просто складывается сгущенка кстати очень похоже на нашу сгущенку обычную 1180 за баночку вот 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 булки продают можно взять и дома запарить получится то же самое что там пиво пиво в китае 350 вот это пиво вообще вкусное хардбин 350 все стоит за 06 за 06 недорого и вкусно йогурт этот очень вкусный в Китае вот этот вообще бренд очень популярен в Китае он именно молочку производит у них вот мы берем всегда вот такое молоко fresh milk 2 литра жирности скорее всего 3 и стоит это 2880 дороговато по сравнению с Россией дороговато в Китае в Китае вообще никакая вообще не вкусная не умеют китайцы делать колбасу все выглядит красиво но невкусно вот смотрите какое мясо прям красиво ну вот смотрите какое мясо прям красиво фигня полная ну и какой то рулет вот сосиски пиво на самом деле в Китае очень много и оно все кстати слабое по крепости пиво так сейчас скажу не больше 4 градусов обычно это 36 36 он допустим по сравнению с Хеникин 5 градусов Хеникин получается китайское пиво все все слабенькое вот это я пробовал хорошее пиво вот это я пробовал хорошее тоже пробовал вот это я пробовал очень вкусное пиво но мы берем всегда харбин сейчас какая то акция желтый ценник 3.50 еще прикольно вот этот аганасовое пиво такое сладенькое это пиво тоже очень популярно в Китае водки в Китае тоже много вон как продают водка в Китае невкусная со вкусом, со всякими вкусами непонятными пить невозможно вон какими бутылями продают цена конечно все по сравнению с россией рядом не стояло 780 водка 45 градусов кстати по крепости вот как всегда крепче здесь китай 50 градусов 53 градуса о 42 40 вообще практически нету вот 58 градусов из 45 о 35 есть даже есть оказывается настойки всякие винов китае не вкусно я бы сказал бы она все сухое акция нифига себе акция две бутылки за 72 80 здесь полная сумка сколько вышло кстати чек я там брошу все мы получается купили все что нам было необходимо фрукты овощи мясо пиво даже бумагу туалет какие-то даже вкусняшки йогурт взяли да вот это за это за все у нас вышло 1800 на российские рублей в россии мы пришли мы купили в тележке на дне на полтора тысяч рублей поэтому я не знаю я в магазин ходила только затем например мне надо хлеба я пошла уже я бы купила в супермаркет и там не ходили так что надо там колбасы китае все-таки продукты дешевле вот посмотрите вот этот 182 до 182 юаня мы еще мясо купили либо купили овощи фрукты купили дыню йогурт спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии чтобы вы хотели еще увидеть всем пока спасибо спасибо